Вот она, вот. Или белый вот снежок, или вот черный. Вот разница есть. Вот она, грязь. Вот. Это все о копоте летит. Первому снегу в этом селе уже давно не радуются. Белоснежные хлопья, не успев выпасть, тут же чернеют. Причина – выбросы в атмосферу местного комбината хлебопродуктов. Предприятие загрязняет окружающую среду, невозможно дышать, возмущаются жители. Сесть лет завод уже здесь. Вот гречка, да, больше семи лет это точно. А завод-то больше двадцати лет. Сначала мекина нас давила. Идешь, глаза летят. А сейчас вот гречкой приходишь, вот так тряхаешь и сажаешь кругом. У меня, например, это заработанная астма, благодаря вот этому. Дети бронхит часто. Внучата мои отсюда, если приедут сюда на каникулы, они уезжают дома, они заболевания у них. Дважды меня муж возил соринку из глаза вытаскивать в Барнаул. Я на улицу вышел, вот так вот вокруг себя посмотрел. Домой еле зашел, полностью глаза забиты. И я мучился целых два дня. Промывал, промывал. А вот представьте, скоро Новый год. Какой может быть Новый год для детей, для внуков? А не белый снег здесь не видит. На протяжении нескольких лет мы обращаемся в администрацию, в другие органы. Результата нет никакого. Расстояние от комбината до жилых домов всего 50-70 метров. Форточки и окна жители не открывают круглый год. Еще одна напасть. Грузовые машины с зерном и гречихой, которые целыми сутками простаивают в селе. Как выяснили местные жители, на этом месте, что напротив хлебзавода, должен быть сквер. С лавочками, скамейками, где можно дышать полной грудью. Вместо этого здесь стоянка для грузовиков. Дышать полной грудью здесь, конечно, можно. Вот только организму вряд ли понравится дышать выхлопными газами. Это вот всего один КАМАЗ подъехал и работает. И весь дым идет в мой дом. А у меня жена – осматик. Я инвалид второй группы. И как вы представляете, возможно жить в таких условиях? Мы попытались связаться с руководством комбината и задать многочисленные вопросы, в том числе о том, почему не работают фильтры, которые бы минимизировали выбросы. Могу я услышать Руслана Исламовича? Нет, нету его. У меня нет информации, где находится руководитель. Будьте добры, позвоните, пожалуйста, и выясните. В сельско-администрации Новороманова нам пояснили, что дирекция комбината о здоровье населения не задумывалась. Хозяева этого предприятия находятся в Москве. Им наше благополучие, наше здоровье, в общем, их вообще никак не волнует. Самое главное, как при нормальном капитализме, это получение прибыли. А фильтров там вообще нет? Либо они есть, но... Я не знаю их на технологии, но мне кажется, раз вся улица в этой саже, в этой копоти, ну, скорее всего, конечно, нет там ничего. Фильтры дорогостоящие. Москвичи, по словам местных властей, не хотят на них тратиться. Жители уже обратились в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности Калманский комбинат, а также в Роспотребнадзор для проведения определенных замеров и вынесения вердикта. Люди надеются, что результаты не заставят себя ждать, и в ближайшем будущем они перестанут видеть мир в черном свете. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.